Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители и телеканала Делли Европодлайн, у меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель, блогер. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил, известный блогер. Константин Танч, давайте с вами поговорим, конечно, о покушении на Дональда Трампа, тем более это, безусловно, было как гром среди ясного неба. Я вам скажу, что когда я узнал о покушении на Трампа, я испытал примерно то же самое, что испытал, проснувшись ночью и увидев информацию об убийстве Бориса Фимовича Немцова. Ну, слава богу, Трамп выжил, поле его не задело, но, тем не менее, звоночек очень и очень удручающий. Насколько для вас произошедшее стало неожиданностью? Совсем нет, потому что об этом многие говорили, десятки людей писали мне, в интервью говорили, что Демократическая партия сделает всё возможное, чтобы не допустить Трампа до выборов. Четыре процесса уголовных, привлечения к уголовной ответственности. В общем, Трамп, как основной кандидат в президенты, уже побывал в тюрьме. Там два часа, но два часа заключения в тюрьме. Высказывание президента Байдена о том, что необходимо держать его в перекрестии прицела, о том, что он должен быть устранён любой ценой. Ну, это просто призыв к убийству. Ну, и по тому, как прошло это покушение, видно, что специальные службы, службы безопасности, вот эти special service, secret service, то есть, они предпринимали усилия, чтобы это покушение произошло. Стрелок был обнаружен на ближайшем здании, заранее полицейский его обнаружил, и ничего не было предпринято до того, как он сделал несколько выстрелов. Но это обычное преступление, которое Демократическая партия и её, так сказать, назначенцы проделывают уже давно, в течение всей каденции Байдена. Это всё правильно сказано Трампом, всё как в диктатурах третьего мира, заключение под стражу кандидатов, конкурентов, преследование конкурентов, помещение в тюрьму. Ну, это, понимаете как, это ведь признак просто социалистов. Они, придя к власти, об этом мы много говорили с вами, уходить от власти не хотят, они неэффективны, они наносят ущерб государству, но в данном случае, поскольку США является лидером западного мира, наносится ущерб именно всему западному миру. То, что происходит в Украине, это ситуация, когда Соединённые Штаты фактически на стороне агрессора, на стороне России. Вот, к сожалению, всё это поддерживается сегодня пропагандистской компанией в Украине, руководством Украины, которые находятся в соглашении с Демократической администрацией. Алексей Антонович, мы помним с вами 1994 год, когда убили Холодова, журналиста МК, и его же не приказал Горчёв убить, но просто Горчёв высказал свой ОФ, а кто-то подмахнул и решил ликвидировать Холодова. Мы помним ситуацию с Георгием Гангадзе, много было разных историй. То есть я к чему говорю? Вот Билл Эрелли, известный американский ведущий, он говорит о том, что уровень хейт-спич, он поднялся просто до катастрофических пределов, особенно с левой стороны, со стороны левых медиа. Вы тоже считаете о том, что, скажем, уровень хейт-спич или то, что называется культуры отмены, вырос до такой степени, что он, по сути, уже может подстрекать людей к уголовным преступлениям? Ну, высказывание ненависти, хейт-спич или культура отмены, это чуть-чуть другое, это отрицание вообще права на существование некоторых позиций, принятых в обществе, это признак социализма. Мы с вами это видели в Советском Союзе просто с самого начала, с первого дня существования большевиков, которые вводили цензуру, которые занимались репрессиями, которые переформатировали все более-менее объективно нормальные позиции, там, демократия. Ну, вот это не демократия, это буржуазная демократия, а у нас будет своя народная демократия. Ну, вот это огромный концлагерь, Варшавский договор превратился в объединение стран народной демократии. Вот, ну, свобода. Свобода – это неправильное понятие, это буржуазная свобода. Мы будем создавать свободу для рабочего класса. И тут же там Конституция, в которой написано, а это было написано в наших Конституциях, свобода слова, свобода митингов, собраний превращается в свободу митингов и собраний, разрешенных властью или разрешенных, или в интересах рабочего класса. Ну, так сказать, это эвфемизм. Вот, это их признак, понимаете, тут удивляться-то ничему не надо. Они приходят к власти, чтобы остаться навсегда, хотя они очень неэффективны для государства, опасны для государства, для граждан. Алексей Антонович, естественно, что с Трампом мало кто за последнее время говорил, только те люди, которые имеют к нему доступ, и, безусловно, каждый человек, который выходит от Трампа, он, скажем, выходит с какими-то мыслями. Да, вот вышел Орбан у Трампа, и Орбан говорит о том, что Трамп — это тот человек, который в состоянии завершить войну, российскую агрессию против Украины. Выходит Борис Джонсон, в прошлом премьер-министре Великобритании у Трампа, и говорит о том, что они с ним обсуждали увеличение военных поставок в Украину. Да, и вроде как, исходя из сообщения Джонсона, но Трамп осоздаёт необходимость увеличения помощи Украине. Но мы понимаем, что это всё, есть некий элемент манипуляции, то есть Трампу вкладывают в устоту, что он, в принципе, не произносит ни «за», ни «против». Просто то, что он лично не произносит, понятно почему. Потому что идёт избирательная кампания. Понимаете ли вы, какую стратегию всё-таки Трамп будет занимать в процессе, скажем, мирного регулирования российской агрессии? Трамп, на самом деле, очень чётко всё сказал, что эта агрессия будет остановлена, и сказал, что она будет остановлена ещё до инаугурации 20 января. Вот, это решаемая задача. И решаемая она не только способом, там, неограниченной поставки вооружения Украины. Это, может быть, самый неэффективный способ. Вот, остановка войны, то, о чём я говорю с начала года, ну, вот, Трамп реализует, будет реализовывать эту политику. Это необходимо, потому что в условиях, когда Украина сражается не только с Россией, но и с демократической администрацией, которая находится в соглашении с Россией, победить невозможно. И это такая мясорубка, которая превращает, убивает просто украинцев, чего нам, ну, хотелось бы остановить. Вот, и то, что руководство Украины сегодня занимает иную позицию по этому вопросу. Ну, понятно, почему. Потому что сразу после остановки войны будет происходить переформатирование власти. И в любом случае, ну, эта группа будет отстранена от власти. Константин Танч, если говорить о других предвыборных, скажем так, обещаниях Трампа, он говорит о необходимости Тайваня платить за, ну, собственно, свою безопасность. То есть по системе, условно говоря, pay and go, да, то есть плати и иди, да. Вот, ну, насколько это удачная, скажем так, политика, когда, ну, в целом все страны, которые так или иначе опираются на помощь Соединенных Штатов Америки, должны за это платить, да. Может быть, это так честнее, действительно, когда ты платишь за что-то, ты тогда можешь, скажем так, апеллировать каким-то договорённостям, да, потому что ты за них платишь. Может быть, действительно так честнее, чем апеллировать постоянно какими-то мифическими правами человека? Вы знаете, в некоторых штатах, в Соединённых Штатах, приняты законы, которые обязывают граждан приобретать оружие, чтобы себя защищать. Сила, так сказать, гражданского общества в Соединённых Штатах не в силе полиции, а именно в том, что граждане способны себя защищать. Но то же самое с государствами. Это очень удобно обвинять Соединённые Штаты в том, что они, там, мировой полицейский. Вот, и каждый раз, когда происходит какая-то катастрофа, призывать Соединённые Штаты на помощь, ну, сложившаяся ситуация, ну, как показало время, очень опасна. В Соединённых Штатах пришли к власти социалисты, и вот эта функция защиты всего остального мира, она прекратилась. Уже в демократической администрации входят какие-то договорные отношения с Путиным, в договорные отношения с Ираном, с палестинцами, с, там, разными террористическими организациями, с Китаем, между прочим. Вы упомянули Тайвань. Когда ситуация только начала развиваться, Китай, Си Цзиньпин делал несколько заявлений о том, что, да, они хотят присоединить Тайвань, но мирным путём. На что Джо Байден ответил, что они не будут вмешиваться в этот конфликт, если он вдруг возникнет. То есть Соединённые Штаты отказываются выполнять свою функцию поддержания безопасности. Решение этой проблемы состоит только в том, чтобы защитой демократии занимались не одни Соединённые Штаты, а все союзники для этого, они должны не расслабляться, как это произошло после падения Советского Союза, когда вдруг все подумали, что вот эта холодная война, противостояние закончилось. Оно не закончилось. То есть противостояние добра и зла будет происходить всегда, пока существует человечество. Оно будет меняться, менять формы это зло. И противостояние будет всегда. И мы видим рост агрессивности Китая, агрессивности исламских террористических режимов и групп. Так что в этих условиях делать ставку только на Соединённые Штаты неправильно. Это очень хороший, важный призыв заниматься безопасностью мира всем, не только полагаясь на Соединённые Штаты. Алексей Антонович, завершение выдвижения Running Mate, то есть будущего кандидата на вице-президента, господина Дивенса. Человек, в общем-то, неожиданного в какой-то степени, потому что ряд экспертов считали, что всё-таки Трамп может решиться на Нике Хеле. Но он пошёл таким консервативным путём, потому что понятно, что Дивенса во многом как раз отвечает ожиданиям ядерного электората Трампа. Вот какие у вас ожидания от Дивенса, это молодой человек, и может ли это для него быть трамплин для, например, президентской кампании через 4 года, потому что Трампа полномочия ограничены вторым сроком? Нет, вы, видимо, с Дисантисом перепутали. Он не Дивенса, он Джей Ди Венс или Джеймс Дэвид Венс. Значит, журналисты оценивают, и эксперты оценивают, это решение Трампа, как желание призвать, так сказать, в союзники, в партнёры молодую копию самого Трампа. Джеймс Дэвид Венс действительно очень похож на Трампа, в некоторых вопросах чуть радикальнее его. Но это молодая копия Трампа, ему 39 лет. Это очень правильное решение. Трамп оказал, что у республиканской партии есть следующее поколение. Он продемонстрировал это. Это не очень важная фигура, вице-президент. Понимаете, слишком много внимания обращать на это не стоит. Есть один момент, и мы знаем этот момент, так сказать, из истории. Если произойдёт, а это может произойти, если произойдёт массовая фальсификация, от вице-президента, от его позиции очень много зависит. Значит, предыдущий вице-президент оплошал, испугался принимать серьёзные ответственные решения. Предал Трампа. Вы имеете в виду Марка Пэнс, Майкла Пэнс. Да. Он обязан был, поскольку фальсификации были очевидны, он обязан был остановить этот процесс, но он этого не сделал. И социалисты пришли к власти, пришли в какой-то такой радикальной форме и немедленно начали мстить всем, кто сомневался в том, что это честные выборы. Всем, кто видел и говорил о том, что это сфальсифицированные выборы. Это вы имеете в виду Джулиани? Я имею в виду несколько тысяч или десятков тысяч граждан Соединённых Штатов, которые 6 января собрались перед Конгрессом. Я имею в виду граждан Соединённых Штатов, которых преследовали, репрессировали за их позицию прореспубликанскую. Когда трампизм назывался просто преступлением против человечества. В том числе от Джулиани, в том числе от самого Трампа и так далее. А от того, как… Я думаю, это главный вопрос, который Трамп задал Вэнсу. В ситуации с той, которая возникла у Пэнса. Какую ты ей займёшь позицию, что ты будешь делать? Будешь ли ты одобрять этих выборщиков? Или ты остановишь процесс? Вот я думаю, я почти не сомневаюсь, что Вэнс ответил Трампу, что я остановлю этот процесс, конечно. Фальсификации были очевидны, и сегодня просто в судах подтверждаются эти факты фальсификации. Тогда судьи отказывались принимать заявление о фактах фальсификации. И сегодня это становится очевидным. И я думаю, что именно этого и опасается Демократическая партия. Полноценного расследования того, что произошло в 2020 году, когда неожиданно уже после голосования оказалось, что у Демократической партии там незначительный перевес. Это всё может повториться. Понимаете, сегодня мы существуем, функционируем здесь в Соединённых Штатах в условиях, когда факты фальсификации могут реализоваться. Это, кстати говоря, так же, как с покушением. Покушение все ждали, об этом говорили, открыто говорили. Наш с вами общий знакомый Андрей Пянтковский просто открыто призывал, неужели не найдётся кого-то, кто убьёт этого Трампа, фашиста там, ну и так далее. Вот. Это, понимаете, можно улыбаться, конечно, но это всё очень серьёзно. Это призывы к ненависти. Вот. То же самое с фальсификацией. Понимаете, мы все знаем, что это возможно. Мы надеемся, что этого не будет. Но такие циники, как Боровой или скептики, они говорят, что это обязательно произойдёт. Речь не о том, будет это или не будет. Речь о том, какого уровня фальсификация будет реализована Демократической партией. Сегодня очень важны, понимаете, фальсификации на выборах не только на уровне федеральном, так сказать, государственном. Избирается Конгресс, Нижняя Палата, избирается Сенат. И фальсификации на уровне Штатов, они влияют на общие выборы президентские и на выборы конгрессменов по всем Штатам. Вот. Так что сегодня мы можем говорить лишь о том, какой уровень фальсификации будет и надеяться на то, что его будет недостаточно после того, как они уже совершили все возможные преступления, Демократическая партия, которые возможно было совершить, нарушая законы, нарушая законы, привлекая Трампа к уголовной ответственности, организуя покушение. В этом же нет никаких сомнений уже, что это покушение было организовано именно перед съездом, после которого Трамп становится кандидатом в президенты и уровень защиты секрет-сервис обязан обеспечивать совершенно на другом уровне. Ну, представьте себе, на, я не знаю, мы же видели эти фильмы, когда все возвышенности, все ближайшие здания анализируются именно с точки зрения возможности расположения там стрелка, а здесь его даже обнаружили, этого стрелка, люди обнаружили, участники митинга, вызвали полицейского, который тоже обнаружил этого стрелка, сообщил в полицию, а секрет-сервис все это наблюдал и не предпринимал никаких действий до тех пор, пока он не начал стрелять. Нам повезло, что в качестве стрелка они избрали вот этого паранойка с истеричным типом психи, у которого руки дрожали, видимо, от ненависти. Спасибо большое, Канзиан Анатольевич, и до новых встреч.